Всем тихой ночи. В последнее время среди гражданских пошли разговоры об аномальных горках из базы данных SCP, которые могут поджидать ничего не подозревающих людей на улице. Видео об одной из таких попало даже в тренды ютуба, так что пора делать ролик на эту крайне важную тему. И действительно, какие же аномальные горки встречаются в дикой городской среде? Для начала это, конечно же, SCP-1562, старая металлическая горка, которая была обнаружена при расследовании сообщения о пропаже детей на окраине одного города около заброшенного дома. Фонд, видимо, зафиксировав приборами ее аномальность, решил перевести предмет в зону содержания, где провел кое-какие эксперименты. В ходе одного из них стало понятно, куда пропали дети. Скатиться с горки был отправлен сотрудник Д-класса и, проехав до конца горки, подопытный пропал. Однако радиосвязь с ним продолжила работать. По рации он рассказал, что оказался в узком тоннеле, из которого не получается выбраться. Он решил проползти вперед и обнаружил там детский ботинок. Затем он обнаружил его владельца, пропавшего ребенка. Но когда он попытался с ним заговорить, оказалось, что ребенок его не воспринимает, да еще и разговаривает с каким-то невидимым собеседником. Тогда фонд SCP послал внутрь еще одного сотрудника Д-класса, который встретился с предыдущим. При этом встреченный сотрудник находился в том временном отрезке, когда он только нашел ботинок и, соответственно, не воспринимал нового человека. Похоже, эта горка переносит людей не только в узкий участок пространства, но и в такой же узкий изолированный участок времени. Так что лучше в нее не попадать. Другая страшная горка это SCP-1829, объект под названием «Хищная водяная горка». Как следует из названия, это длинная пластиковая горка желтого цвета, в которой предполагается спуск по воде. В конце ее находится небольшой бассейн, где можно поплавать после спуска. Фонд заинтересовался ей после того, как человек, пожелавший на ней скатиться, поначалу пропал, а затем вышел с другого конца в переваренном виде. Как оказалось, с какой-то вероятностью внутри горки может появиться подобие пищеварительной системы, которая переваривает жертву, выбрасывая через несколько часов наружу лишь не усвоенные ее части и экскременты. Фонд SCP провел несколько экспериментов, помещая в горку разные предметы, в том числе и еду, и выяснил, что возможности пищеварения этого объекта приблизительно соответствуют человеческим. Да и сам по себе химический состав желудочного сока практически идентичен таковому у людей. Сложно даже сказать, в какую из этих двух горок попасть более неприятно. По возможности избегайте этого. А следующий объект это не просто горка, а целый игровой набор, найденный на пустыре в Лондоне, представляющий собой конструкцию из различных игровых приспособлений, среди которых есть горка высотой в 3 метра, а также две деревянные башни и мостик между ними. На содержании фонда объект получил номер SCP-1932. Эффект объекта достаточно неочевиден и изначально проявляется только в том, что дети ее страшно боятся. Однако на взрослых эффект не распространяется. Исследование предметов, входящих в конструкцию объекта, показало, что все они пропитаны неизвестным науке веществом. И это побудило фонд проводить дальнейшие эксперименты. Для того, чтобы понять эффекты горки получше, фонд подобрал взрослого подопытного, который страдал от задержки в развитии, и также боялся горки. Поначалу он не хотел забираться на нее, но затем, когда все же на нее залез, сообщил, что находится на огромной высоте, хотя для стороннего наблюдателя он был от земли не выше, чем в 3 метрах. Измерительный прибор, который был у испытуемого при себе, показал, что он действительно поднялся на большую высоту, более чем на 200 метров. Также, как и первая горка, это, похоже, представляет собой переход в какое-то альтернативное измерение. По радиосвязи, Д-класс сообщил о том, что вокруг себя он видит липкую коричневую субстанцию, возможно, органического происхождения, что в каком-то смысле связывает этот объект с хищной водной горкой. К сожалению, подопытный в какой-то момент упал с объекта, так как мостик между двумя башенками конструкции был полуразрушен. При этом интересно, что для стороннего наблюдателя он упал с высоты 3 метров. Однако его тело получило повреждение, как в случае падения с огромной высоты. Эти горки не так просты, как кажется. Герой предыдущей истории в переговорах с учеными SCP упоминает, что мостик, по которому он идет, раскачивают некие, как он сказал, дяденьки. Кто же они такие? Возможный ответ содержится в SCP-1094. Этот объект называется площадка потерянных, и на этой площадке тоже есть горка. Кроме горки есть еще и качели, карусели и дуговидные лестницы для лазанья. В общем, много всего. Объект был обнаружен фондом при исследовании сообщения о пропаже детей, и они привели агентов к этой площадке. Однако поначалу не было понятно, каким образом дети пропадали на площадке. Ведь все, что наблюдали сотрудники фонда, это странные движения качелей и звуки от пустой горки, как будто по ней кто-то съезжает. Ну, кто же не видел качающиеся сами по себе качели и странно шумящие горки в конце-то концов. Обычное дело. Позже фонд обнаружил, что люди, проводящие на площадке достаточно долгое время, пропадают внезапно. Исчезновение происходит в момент, когда человека никто не видит, и чаще всего это случается в районе горки. С объектом связан странный инцидент. К ученому фонда, который исследовал этот объект, прямо в секретной зоне фонда подошел неизвестный человек. В момент, когда он подошел к сотруднику, камеры наблюдения на миг отключились. А когда заработали снова, ни ученого, ни неизвестного человека уже не было. В бумагах пропавшего сотрудника фонда была найдена странная запись, гласившая «Я позабочусь о детях». Кроме горок, невнимательных жителей городов могут поджидать и другие опасности. Например, качели. В русскоязычном филиале SCP есть объект SCP-1101-RU, который в целом продолжает мысль предыдущего объекта. На этом канале уже есть его зачитывание, потому скажу, что из этого RU-объекта мы узнаем, что за всем этим стоят призрачные сущности, которые через различные оборудования для игровых площадок похищают людей. В этом же объекте они выходят на контакт, оставив записку с текстом. Хватит мешать. Кому же мешает фонд SCP, можно догадаться, если прочесть объект SCP-1740 под игровым арестом. Объект представляет собой игровую площадку, на которой находятся качели в виде пластикового животного на пружине. Когда ребенок подходит к площадке, качели начинают прыгать в его сторону, перемещаясь таким образом, чтобы не дать ему покинуть площадку. Также на площадке были обнаружены скамейки, пропитанные неизвестным науке составом, которые активируются в случае, если на скамейку садится родитель ребенка. Состав погружает человека в вегетативное состояние, так что он перестает отвечать на внешние раздражители. Когда агенты фонда забирали найденные предметы на хранение, поблизости они нашли табличку, на которой было написано, что это собственность предприятия, под названием Курьер Света. Эта организация уже была знакома фонду, по-другому найденному до этого объекта SCP-2940, перевод и чтение которого тоже есть на этом канале. Ссылка в описании. Эта организация, судя по всему, была основана одним из выходцев из так называемого Смоленого убежища, который, похоже, и является собственно Курьером Света. Это, к слову, довольно-таки странное существо, имеющее человеческое тело и светящийся череп птицы. Оно живет в подземном бункере, и описание этого бункера позволяет предположить, что все эти горки и качели это его создание, потому что его жилище наполнено пространственными и временными аномалиями, а также разными органическими наростами, вроде тянущихся вдоль стен подобий кишечников и всякими неизвестными науке субстанциями. Почерк, так сказать, прослеживается. А из объекта SCP-2395 можно примерно догадаться о намерениях Курьера. Ведь человек, работающий на ту же компанию, Курьер Света, пытается продать всю землю со всеми людьми, которые на ней живут неким сущностям не из нашего мира. Такие дела. Вселенная SCP не перестает подкидывать сюрпризы. Вроде бы как хотел сделать забавную подборку на тему качелей и горок по случаю попадания в тренды видео про SCP-горку, а получилось соединить все это в целую сюжетную ветвь и прийти к одной из важных составляющих мира SCP с малиномо убежища. Ну а может я просто соединил абсолютно несвязанные объекты, кто знает. Так или иначе, не забывайте нажимать колокольчик, писать свое мнение в комментариях, добиваться в жизни всего желаемого и двигаться к намеченным целям. Всем пока!